Мы сейчас находимся в Бюро функционального и системного анализа. Наше подразделение занимается такими направлениями, как анализ видов последствий потенциальных отказов систем, разработкой алгоритмов функционирования, построением дерева отказов и разработкой технических требований к системам транспорта. Мы обеспечиваем связь между отдельными независимыми разработчиками, анализируем внешние требования, такие как международные нормативы. Мы это все сводим в общие документы и выводим на обсуждение всем разработчикам, предоставляем это для ознакомления. Из-за специфики работы подразделения наши сотрудники должны погружаться в различные темы, заниматься разработкой требований, переключаться на разработку алгоритмов, выполнять анализ видов и последствий отказов. То есть достаточно универсальными должны быть люди, обладать соответствующими качествами. Наше бюро также занимается вопросами безопасности, надежности и алгоритмами функционирования транспортных средств. В частности, я в последнее время занимался алгоритмами самодиагностики транспортного средства для выявления отказов. Коллеги мои разрабатывали таблицу, где анализировали возможные виды отказов транспортных средств и причины отказов транспортного средства. На основании этих разработок конструкторы вносят изменения в конструкцию для повышения безопасности и надежности транспортного средства. На основании этих таблиц разрабатывается и корректируется система технического обслуживания, а также разрабатываются алгоритмы функционирования транспортного средства и алгоритмы диагностики. Последний мною разработанный алгоритм — это алгоритм самодиагностики гидросистемы Юникара Тропического и разрабатываемого Юнибуса 212. На мониторе представлен алгоритм. Выстраивается постепенно логическая последовательность действий, при помощи которых можно найти неисправности и неполадки в системе. Одним из основных направлений является также в нашем бюро управление требованиями. В данном случае этим занимаюсь сейчас я. Наши основные задачи в этом направлении являются в первую очередь формировать однозначные и понятные требования, обязательно проверяемые требования. Далее это, конечно же, обеспечивать управление этими требованиями, потому что возникает ряд изменений, чтобы не допускать так называемых конфликтов в структуре этих требований. Ну и самое главное, конечно же, это обеспечить, чтобы все абсолютно требования были согласованы. Это у нас реализовано в единой платформе, то есть специалисты проверяют эти требования, мы отправляем на согласование, оставляют свои замечания, комментарии, то есть идет непрерывное обсуждение постоянно этих требований. Ну и на основе вот этого всего, вот этих всех замечаний мы актуализируем эти требования, носим поправки, доводим, так сказать, до полного понимания. Подобная работа в сфере машиностроения, по крайней мере на постсоветском пространстве, это не так широко распространено и скорее носит частный характер в данном случае вот нашей компании. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok